добрый вечер мы сидели сидели и думали о чем бы еще поговорить и решили поговорить не просто со мной но и с кем-то из тех кому можно дозвониться по телефону вот я решил набрать по телефону известного телеведущего андрея караулу вот сейчас мы попробуем произвести этот научно-технический эксперимент использовав один из гаджетов иностранного производства здесь у нас пока еще не происходит товарозамещение пока что эти пользы здравствуйте андрей и это просто олег митва ли у меня тут небольшой блок люди смотрят телевизор и я хотел у вас как у авторитетного человека спросить пару вопросов первый вопрос вот он абсолютно несложный вы знаете в прошлом году руководители почты россии это известный организации где все время растут тарифы получил зарплату вместе с премиями сто тридцать восемь миллионов рублей как вы думаете это много или мало для вот такой организации как почта россии где почтальоны в деревнях получает 10 тысяч рублей в месяц но мне кажется что конечно русгидра это вопрос который касается больших электростанций наверно там были большие зарплаты а вот интересно вот как вы думаете почтальоны сейчас в сельских районах они как говорится сравнивая свою зарплату в 10 тысяч рублей и зарплату директора 138 миллионов но насколько нам известно что в прошлый раз официально доказаны судом сумма взятки за приватизацию нефтяной компании в россии было 200 миллионов долларов а здесь 2 миллиона это же все я думаю что это просто чаевые просто так сказать его из уважения это не есть взятки ну это ты думаешь что чаевые а вот сейчас два куска земли которые нашли в Крыму у господина Улюкаева в прибрежной полосе что я предполагаю запрещено законом это еще сколько-то денежек стоит и так будет до бесконечности мое предположение ящик спокойно берет практически не глядя что там в чемодане и сколько в руки миллион как нечто само собой разумеющееся то явно что это не первый миллион в его жизни хотя думаю что последний ну вполне возможно что не первый скорее всего что последний здесь еще один вопрос а вы уже попробовали исконно русские напиток кофейный напиток россияну вы знаете сегодня все россияне нет не чубайса это изобрел руководители партии единая россиян дмитрий антонич медведев он сказал что хватит нам пить американо будем пить россияна и сегодня я свой день да и начал и вот в течение всего дня пью исключительно вот только россияна честно хочу сказать что вкус совершенно другой спасибо вам большое до свидания ну вот видите как все просто на самом деле удалось прорекламировать наша новая россияна это я считаю не только на урале вы слышали что утром уже их начали продавать в кафе и ресторанах урала но и здесь в москве самые патриотично настроенные граждане свой рабочий день начинает и заканчивает чашечкой крепкого теплого россияна спасибо вам большое за внимание встретимся в следующий раз урала